Он был постом, но люди хотели в центре, мало бы брали по балкону. Я просто посмотрел на IT-кетендет, а посты не оставалось. А, значит, их больше нет. Влад будет по зуму разу сегодня выступать. Я надеюсь, это его ребёнок. Третий. Ууу, супер! Уууу, супер! Ребята, как... А, там можно просто... Ребята, как... Ребята, как... Ребята, как... Ребята, как... Ребята, как... Ребята, как... С задней... Там, где рабочий вход... О, вот это даже открывает, смотри, как круто... Вау! Рад вас всех видеть, очень приятно выступать в Бельцах. Давайте похлопаем этому месту, театру Василия Александрии. Нам сказали, что тут два популярных места, театр и под театром, но мы решили внутри все-таки. Кстати говоря, к вам стендаперы, я так понимаю, не приезжали до этого? А какие артисты вообще приезжали? Можете так повыкрикивать чуть-чуть. Кто приезжал вот из недавнего? Бузова? Ой, помотала вас жизнь, конечно. Бузова приезжала. Ну, сегодня все будут точно умнее. Ну, уже чуть-чуть хотя бы. Так, Бузова. А, я помню, приезжала Бузова, еще было новое, что она говорит огромную благодарность, выражая Руслану Усатому. Как можно не запомнить имя человека, который дал те деньги? Ну, просто... Это то же самое, что я бы сейчас вышел и сказал, привет, Аргеев! Очень странно как-то. Я еще знаю, что поговорим про концерт, которые не состоялись. Я так понимаю, вы в везучий город, у вас недавно не состоялся концерт Киркорова. Надо похлопать. Но очень интересную деталь я прочитал про Бельс, то, что концерт не состоялся благодаря якобы усилиям бельского епископа. У вас такие связи с Богом? Это круто вообще. Да, не состоялся концерт и прям епископ сказал, что я хотел преградить дорогу нечистой силе и так далее. Слушайте, а давайте честно, кто рад тому, что Киркоров не приехал? Похлопайте. Хорошо, хорошо. А теперь не будем над вами шутить. Кто хотел бы сходить на концерт Киркорова? Похлопайте. Так, батюшка, тут нечистая сила ползала. Изгоняем демонов прямо сейчас. Ну и, конечно, нельзя было приехать в Бельс просто так. Решил узнать, что вообще в городе происходит. И до этого посмотрел выпуск одной передачи про Бельс. Там ребята ездили по Молдове, по классным городам, снимали, в том числе в Бельсах. И, в общем, они подходят к мужчине-репортеру и спрашивают у мужчин. Скажите, пожалуйста, а где у вас в Бельсах можно погулять, интересные места? И мужик ему отвечает. Ну вот улица, ходи. Невероятное гостеприимство. Поэтому мы решили подготовиться получше. Да, везде очень красиво. Мы решили подготовиться получше и спросили в интернете. В интернете спросили у людей, что есть в городе. Вот что нам ответили. В целом в городе скучно. Типа из развлечений походить, погулять. А так типа клубы у нас не очень. Аквапарки тоже типа пару раз. Идешь, надоедай. Криминальных районов нету, типа везде плюс-минус одинаково. На любом районе есть какие-то алкаши. Это нам написал Григоришин. Мэру врать не будет, поэтому мы думаем. Короче, решили узнать, что про Бельцы. Нам еще некоторые люди... Поскольку мы не можем со сцены говорить какие-то факты, которые мы не перепроверяли. Нам сказали такой факт, что якобы Бельцы — это столица наркотиков 90-х. То есть Эскобар, он из Бельц, да? Да. Но мы не можем говорить со сцены непроверенную информацию, поэтому мы спросили у некоторых людей в Бельцах, типа правда ли, что Бельцы была столицей наркотиков 90-х. И нам сказали, это грязные слухи, мы до сих пор в столице наркотиков. Есть у вас какие-то районы такие интересные? Нам сказали, что есть Северка, это какой-то элитный район. Там много консерваторий, библиотек. А кто с Северки? Похлопайте. Вы без ножа пришли сегодня. Все хорошо будет. А есть с восьмого квартала люди? Мощнее уже, мощнее. Да, а еще нам назвали такой район. Я сомневаюсь, что это существует. Мне кажется, надо мной просто прикололись. Высранка есть такое? А что там, там типа еда несвежая продается? Мы заявляем о геноциде со стороны правящей власти. Выражающемся в попрании всех прав и свобод действиях против воли народа и в создании условий, рассчитанных на полное или частичное уничтожение молдавского многонационального народа. Мы заявляем. Кто-нибудь купил на хлопцы, да? Да. Вам надо показать, что вы были топом. Да, нет. Хочу набирать! Хочу набирать! Хочу набирать! Хорошо. А про стендапы что-то знаете? Нет, у нас сегодня стендап-концерт в вашем театре. Вы не купили билеты? Мы дотеры. А, дотеры? Да. Мы ничего не знаем. Как нам улучшить качество комедии в Молдове? Наверное, чтобы там участвовали люди с чувством юмора. Самый юмор. Смешно бы того, чтобы не смеялись на каком-то юмор с инвалидами. Если честно, это камень. Ха-ха! Это его, это его. Вот я уже понял. Стендап-национал-белт. Мы здесь. Так, ну у меня жена, есть машина, осталось купить квартиру. В Кишиневе это очень сложный вопрос. И поэтому мы пока что с женой живем у моей бабушки. В этом, конечно же, есть и плюсы, есть и минусы. Плюс в том, что не надо платить за съем жилья. А минус в том, что, ну бабушка в плюс это. Еще самый главный минус, то что у нас в квартире секс происходит только шепотом. Да, это очень сложно и неприятно. И я говорю бабушке, да, это шепотом, но я тебя все равно слышу, бабушка. У нас в толстых, короче, есть еще такая фишка. Мы строим планы на жизнь, потому что мы постоянно расширяемся. Да. У меня ближайшие 2-3 года это диабет или инсульт, однозначно. Так, к 2030 году Яндекс для меня вводит новую функцию Яндекс.Фура. 2035 год, глава работает только на меня. Вы смотрите в окно, видите большой желтый кортеж и думаете, что куда-то едет моя санду. Я говорю, нет, мне везут завтрак. Я выросла в еврейской семье, и родители очень сильно хотели, чтобы я вышла замуж за еврея. Я уверена, что если бы меня изнасиловали, папа пошел бы со мной на опознание, он бы сказал, надеюсь, это вон тот кучерявенький, со скрипкой, тот, тот. Я говорю, пап, какой? Он такой, ну вон он с мамой, которая пришел. И дальше лучше будет, ну ладно. Я бы ему сказала, да, да, пап, это он. Я-то в принципе его по маме узнала, он с ней на изнасиловании был. И я разочаровала родителей, и мой муж не еврей, и мои родители не признают этот брак, и до сих пор он записан у них в телефоне, Влад Приднестровья. Мужчинские люди, которые умерли в тысячи вопросов, где ты был, что ты делал, что температура ты получил, сколько хлеба в голове, и какие-то вещи. Причис, это был этот момент, когда там Адам и Ева. И Ева ей говорит, Адам, Адам, уйди, какой-то красивый дом, где-то, Ева, и с тобой. И мне сказали, Дума, да, не дам ответы. И Адам, Адам, уйди, какой красивый дом он есть там. И Ева, Ева, и мне сказали, что мы можем делать то, что мы хотим. И это все. Вот, да, ну за платье. Ну да, ты не умеешь уникнуть интересацию. Парни, похлопайте, кому девушки садились на лицо. Гордо и улыбка. Прямо. И жвачку жуешь, чтоб запаха не было. Молодец. Здорово, здорово. Не, здорово, здорово. Ну, грех не сесть на такое кресло, как бы. У тебя прям нормальная. Я вообще имел в виду добровольная. Не так, что ты что-то киморнул в троллейбусе. И бабка такая, оп-па. А вот и местечко. Мне девушка сама предложила, давай я тебе на лицо сяду. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чего, блядь, что? Вы же это тоже слышали, да? Доступ детям к интернету — это плохо. В общем, мне девушка сама говорит, давай я тебе на лицо сяду. Она мне чуть нос не сломала, потому что я отказался. Только что сказали, на этой стене отображены строчки из песен Высоцкого. Это парк Высоцкого. Обратите внимание, как это прикольно. То есть, это вбитая в камень история. Ну и не бойтесь. Опа! И как здесь? Переодически нормально. Переодически нормально. А как у Вас тут по культурным мероприятиям? Вы знаете, что такое стендап? Стендап. И у Вас сегодня будет стендап-концерт в театре. Вы знаете об этом? Мы по театре. По моему мнению, Вы сумели объединить нашу культуру, которая состоит как бы из русской и румынской. И получается, приехав в Бельце, и вообще, вот ваше турне по городам Молдовы, сумело объединить, мне кажется, нашу страну воедино. Как раз таки ва заус, вот например, нашим театр. И, ваше турне по городам, у меня есть проблемы с румына, я научу румына, и не знаю приятели мои в Чечнеу, которые не будут научить румына. Ваше турне по городам Молдова, в Европе, в Европе, в Европе, в Европе, в Европе. Да, да. Для того, чтобы купить бельце по городам Молдовы, очень спокойно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok